28 июня 1944 года войска Карельского фронта освободили от захватчиков столицу Карело-Финской республики город Петрозаводск из приказа Верховного Главнокомандующего. Одновременно с передовыми сухопутными частями и морским десантом Онежской флотилии в столицу республики вступили партизанские отряды из сообщения Софинформбюро. Ущерб нанесенной республики составляет свыше 20 миллиардов рублей. Особенно разрушен город Петрозаводск из справки военных лет. 30 лет. Их достаточно, чтобы построить новые города и заводы. Этого времени, наверное, хватит и для того, чтобы приглушить горечь утрат. Но память живет. Она, как сама война, безжалостна и откровенна. Посидели виски ветеранов. Рядом с боевыми орденами и медалями появились награды за доблестный труд в мирные годы. А прошлое не забывается. Субтитры создавал DimaTorzok Из Москвы и Ленинграда, Куйбышева и Астрахани, Сукраина и Белоруссии, Казахстана и Башкирии Приехали в Петрозаводск те, кому июньским вечером 1944 года салютовала столица нашей Родины. Юбилейное торжественное заседание открывает председатель Президиума Верховного Совета Карельской АССР товарищ Прокканен. С докладом о 30-летии освобождения Петрозаводской и Карелии от фашистских захватчиков выступает член ЦК КПСС, первый секретарь Карельского обкома партии, товарищ Сенькин. Трудящихся республики, бывших воинов Карельского фронта и партизан приветствуют представители делегаций Ленинграда и Ленинградской области, Вологодской, Мурманской областей, Коми АССР. Участники торжества, среди которых и гости Петрозаводска, делегации округа Побратима Ной-Бранденбург Германской Демократической Республики и французского города Побратима Ля-Рошель возлагают цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Павшие бессмертны, пока о них помнят живые. Село Ругозеро. В канун праздника здесь открылся мемориал в честь героев партизан. В его создании принимали участие комсомольцы завода Тяжбуммаш и Карагандинской шахты Молодежная, где сейчас работают бывшие бойцы отряда. Сотни людей из Ладвы и Рыбрики, Пая и Пяжевой сельги съехались в старинное вепское село Шелтозеро. Здесь в годы войны действовала крупная подпольная организация. Ее бойцы боролись с врагом, внесли населению оккупированных районов живое слово правды, собирали ценные сведения о противнике. В братской могиле вместе с солдатами 1224 полка, освобождавшими вепскую землю, захоронены и шелтозерские подпольщики. И как на солдатской поверке встают в память имена тех, кто дрался с врагом в батальонах прорыва и морских бригадах, партизанских соединениях и группах особого назначения. Членом одной из таких групп была Сильва Пасси Удальцова, разведчица и радистка. В группе было всего семь человек. Они срывали планы оккупантов, передавая на Большую Землю информацию о перемещении вражеских войск. Это их разведданными пользовались командиры наступающих частей Карельского фронта. Подвиги отважных разведчиков героического подполья вновь ожили сегодня, спустя десятилетия, в документальной повести Олега Тихонова «Операция в зоне вакуум». По этой повести в Петрозаводском финском драматическом театре поставлен спектакль «Хранить вечно». Здесь нет вымысла. Все происходящее на сцене было действительно пережито разведывательно-партизанской группой Сильвы Пасси Удальцовой. В финале спектакля – фотопортреты героев. Двое русских, финка, карел и трое вепсов – члены группы особого назначения. Не всем из них довелось встретить День Победы. Проходят ветераны войны и те, кто помогал ковать победу в тылу. Те, чьими усилиями советская Карелия стала сегодня республикой высокоразвитой индустрии и сельского хозяйства, науки и культуры. Краем, где успешно решаются задачи, поставленные партией и правительством в девятой пятилетке. Мы хорошо знаем, какой ценой завоевана победа. Мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за наше светлое будущее. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ